Я представляю интересы жителей аварийных домов первого этапа переселения, поскольку также являются жительницей дом номер 14, который в этот этап попал. Являетесь переселенцем? Переселенцем, да. Мы тоже в первой волне часть нашего дома. Проблема какая? У нас до этого шел тандем такой, у нас был прямой диалог как с администрацией, с органами исполнительной власти, вот Юлия Александровна Бочанова очень огромную работу их отдел провела, спасибо им большое. У нас прямой диалог с застройщиком, волнение вызвало, что вот мы с декабря, у нас доступ к камерам, мы смотрим с самого начала все этапы строительства, нам спасибо большое застройщику и Владимиру Михайловичу Попеку, которые нам этот доступ дали. Мы все это видим, все это знаем, что завозят, из чего строят. Андрей Леонидович идет нам на встречу, мы сами имели возможность выбрать обои, какие людям больше понравилось, у нас есть своя группа, мы там голосуем. Мы сами выбираем цвет краски в подъездах, у нас это возможность... Молодцы. Да, у нас очень прозрачные отношения, и у нас все шло тихо и спокойно, ровно до того момента, Дмитрий Петрович, пока вы не съездили на стройку, и не вынесли свой вердикт, что все плохо, и сдача дома срывается. Вы абсолютно неправильно... Нет, подождите, подождите, вот так как напечатано. На следующий день выходит, мы сначала думали продолжение, ждали, на следующий день выходит статья, где уже прокуратура говорит о том, что необходимо все проверить тщательно, и называет наши дома долгостроем. Вот это, если честно, добило окончательно. Дома строятся 6 месяцев, они на финишной прямой. Для нас сейчас главное качество, и мы настоятельно просим не торопить застройщиков. Предыдущей командой администрации мы просили продлить им срок строительства до августа, с учетом того, что качество строительства будет сохраняться. Мы не против подождать, правильно я говорю? Да! Поэтому, пожалуйста, объясните нам, почему вы сделали такой вывод, что теперь... Просто не надо их отрывать сейчас отдел, пусть они строят, на наш взгляд, да? Ну, дадите, конечно, я отвечу, дадите слово, я отвечу. Да, сейчас я закончу и вы скажу. Просто у нас этот вопрос очень больной, он выстраданный. Нам помогали люди, ну, первые лица нашего региона, да, Володин, Радаев, Стрелюхин. Мы очень благодарны, да, благодарны, что президент нас услышал, и мы никаких скандалов, связанных с этой темой, не хотим. С чего я немножко не понял, с чего вы сделали вывод, что мы не продлим разрешение. Там было сказано дословно, что закончился срок контроля. После этого фирмой, вот меня не доставляют, застройщиком... Нет, там дословно было сказано, что они не готовы к сдаче. Вот это было сказано 20... Не готовы к сдаче, все правильно, все правильно, не готовы к сдаче. Но мы знаем это. Ну, я же вас услышал. Мы готовы подождать. После этого мы связались с подрядчиками. Законодательство нам сегодня продлевает, позволяет продлевать, ну, не хочу сказать на бесконечное, но на весь тот срок, чтобы мы, и у нас есть полное взаимопонимание с подрядчиками, что они будут делать этот дом, не нарушая никаких сигналов. Правильно же я говорю? Правильно же. У нас есть письменная переписка. Поэтому, ну, вы знаете, кто-то что-то напишет, кто-то что-то переврет, и потом возникает вот такая реакция. Ну, и принято решение. Месяц это будет, два месяца будет. Ну, ориентировочно мы решили, что до конца августа, правильно? До конца августа. Попросили меня до конца августа, я абсолютно согласился, это реальные сроки. Я сам строитель, я сам все прекрасно понимаю, понимая, что в первую очередность качество, понимая, что без того, чтобы выдержать технологические процессы, качество не добиться. И говорю, в сентябре это будет начать, в сентябре устраивает жителей, ради бога. Но Гамаюнову поставил четкую задачу. Пока не будет подписи жильца данной квартиры распределения, мы квартиры, и мы договорились с подрядчиками, не принимаем. Все правильно. Вот, поэтому выбирали цвет обоев, согласованы с подрядчиками. Ради бога. Ну, понимаете тоже, что у подрядчика есть определенный бюджет. Ну, как понимаем. Да, если с ними согласованы, мы только за. Андрей Леонидович, вот вам сколько реально нужно, какой срок продлить, чтобы вы сделали это все спокойно? Мы с ручкой противоречим. По Ломоносову мы планируем передачу в Юре, по Полтавской, соответственно, по августе. В августе, ну, как мы и говорили, да. Вообще, это, наверное, благотворительный какой-то проект. Мне кажется, никакой там прибыли не будет, с учетом того, что это 37-200. Да, мы все с вами прекрасно понимаем. Да, и тем не менее, он пошел нам. Поаккуратнее, чтобы мы его не загубили желание. Мы вообще, не, у нас просто возникло такое ощущение, что что-то вас не устроило и прокуроров. И поэтому мы, честно говоря, наоборот, хотим, чтобы вот он достроил нормально. Это неправильно, абсолютно неправильно у вас создалось мнение. Ну, хорошо, что мы разобрались, да. Так вот, я хочу поблагодарить за то, что он пошел нам навстречу. Вы видите, что у нас здесь много пожилых людей, и не каждый может позволить сейчас сделать ремонт и плитку. В проекте этого нет, но Андрей Леонидович везде нам в фартуке. Поэтому мы его и выбрали. Да он единственный вышел на аукцион, Дмитрий Петрович. Это единственная строительная компания в регионе, которая, ну, пошла навстречу людям, вникла в ситуацию. И, ну, фактически, да, они работают в лучшем случае вновь. Наша цель была, чтобы нам, застройщика, не гнали, чтобы не улучшилось, не ухудшилось качество выполняемых работ. И надеюсь, что именно этой цели мы достигли. Продолжение следует...